Тверская областная библиотека имени Горького стала участником федерального проекта «Цифровая культура», входящего в состав национального проекта «Культура». Его цель – оцифровка рукописных книг и печатных изданий. В будущем году в библиотеке обработают 60 уникальных документов. Как старые фолианты переводят в виртуальное пространство, узнала Наталья Чекет. В библиотеке Горького уже второй год оцифровывают редкие издания. В прошлом году сотрудники отсканировали 60 фолиантов региональных типографий второй половины 19-го начала 20-го века. В этом году мы оцифровали 33 книги тоже региональных типографий. И еще у нас в оцифровку вошли три книги гражданской печати 18-го и 1-й, 3-й, 19-го веков. В будущем году мы будем подавать заявку на оцифровку еще на 70 книг. Еще мы планируем оцифровать несколько книг иностранной печати. Это уже оцифрованный экземпляр русской летописи воскресенского списка издания конца 18-го века. Еще один ценный фолиант – правила судоходной расправы. Типография пути сообщения именно с 14-го года начала печатать книги. Это данное издание у нас с 1816 года. Вот эта книга в совершенно идеальном состоянии, напечатана на бумаге ручного производства. Прежде чем оцифровать книжный памятник, проводится исследовательская работа различных отделов библиотеки. Подсчитываются страницы, описывается внешний вид, состояние книги, пометки, эксклибрисы и штампы. Любые особенности экземпляра обязательно вносятся в реестр книжных памятников. При необходимости проводится их реставрация. Затем каждую страницу книги бережно сканируют одну за другой. Современный вот этот сканер, он является достаточно бережным, не дает ни ультрафиолетового, ни инфракрасного излучения. Для сканирования мы должны настроить определенные параметры. Для каждого проекта они свои, поскольку мы работаем с книжными памятниками. Чтобы не повредить памятник истории, сканер оборудован книжной колыбелью, которая позволяет не травмировать переплет, установив необходимую высоту. К слову, электронная копия книги создается максимально близкой к реальному экземпляру. То есть даже цвета практически идентичны с цветами книги. Вскоре старинное издание сможет увидеть любой пользователь интернета. Книги доступны абсолютно всем. Для этого не обязательно быть читателем нашей библиотеки. Для этого нужно зайти на сайт Национальной электронной библиотеки, книжные памятники. И там к концу года эти книги в цифровом виде появятся. Еще их можно посмотреть на сайте нашей библиотеки, Тверской областной, в разделе «Электронная библиотека». Цифровые копии книг позволяют не только их прочитать, но и в мельчайших деталях рассмотреть уникальные материалы. Самые интересные экземпляры будут сопровождаться историко-краеведческими аннотациями. Исследователям истории Тверского края будут доступны краеведческие труды, статистические материалы, источники по истории общественных организаций и политических движений. Библиотеки выполняют важную научную и образовательную миссию. Играют значимую роль в деле воспитания нового поколения и сохранения историко-культурного наследия. Трудно переоценить роль библиотек как культурно-просветительских и деловых информационных центров. Масштабная работа по цифровке продолжается, и скоро еще десятки книг станут доступны по первому клику. Продолжение следует...